На заседании городского правительства рассмотрели итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за первое полугодие 2023 года. Об уверенном росте экономики города говорят статистические данные, отметил губернатор Александр Беглов. Наблюдается восстановление деловой активности в промышленности, перестроена большая часть логистических и производственных цепочек, а также реализуются программы импортозамещения. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 11,8%. Индекс промышленного производства составил 104,6%. Рост этих показателей продолжился и во втором полугодии. Значительный рост наблюдался в июле. За 7 месяцев этого года индекс промышленного производства составил уже 108,2%. Президент России особо отметил, что по итогам 2022 года наша страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира. При этом наиболее высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов. Также на заседании правительства говорилось о восстановлении потребительского спроса. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 0,4% и составил более 1 трлн рублей. На 11,2% вырос оборот общественного питания. Он достиг 95 млрд. Устойчивость демонстрирует рынок труда и сфера жилищного строительства. 11,5 тысяч предпринимателей уже воспользовались городским навигатором по мерам поддержки бизнеса. Этот простой и удобный интернет-сервис появился в феврале текущего года. Он позволяет не только найти информацию о региональных льготах и условиях их получения для каждого конкретного предприятия, с учетом масштаба бизнеса, сферы деятельности, системы налогообложения, но и ознакомиться с нормативно-правовыми актами, а также обратиться за помощью в организацию, ответственную за предоставление конкретной меры поддержки. На сегодняшний день проект «Навигатор по мерам поддержки» активно развивается, дорабатываются сервисы. Недавно нами добавлен макетплейс всех органов, которые осуществляют поддержку. Можно спокойно перейти на страницу, получить необходимую информацию. Сейчас на сайте «Навигатора» доступно 141 действующие меры поддержки. Внимательно следим за динамикой и ценами на рынке недвижимости. Здесь заметен активный спрос на вторичку. За первый полугодие он вырос на 50%. На одну ипотечную сделку на первичном рынке приходится две на вторичном. Еще недавно все было наоборот. Сейчас на рынке готовые жилья в Петербурге доступно порядка 26 тысяч квартир. Средняя цена квадратного метра – 192 тысячи рублей. 151 тысяча за старую вторичку и почти 210 тысяч рублей за метр при перепродаже новой. Стоимость вторичной недвижимости ниже, чем готовая вторичка от застройщиков. Поэтому люди стали идти в пользу вторичной недвижимости, такой не новой вторичной недвижимости, чтобы сразу же, допустим, можно было сдать в аренду эту недвижимость и тут же получать прибыль. Дополню, что 59% спроса в Петербурге приходится на студии и однокомнатные квартиры. Доля двух- и трехкомнатных квартир чуть больше трети. Самые востребованные – Приморский, Красносельский, Московский и Невский районы. И несмотря на возросший интерес, цены на вторичное жилье снизились почти на 2%. Из юристов-маркетологи, а почему бы и нет? Тем более освоить новую профессию можно бесплатно. Третий год в стране реализуется масштабный федеральный проект содействия занятости нацпроекта «Демография». Один из операторов – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В следующем сюжете подробности. Юлия Ловцова – мама, которая все успевает – и заниматься ребенком, и учиться. Недавно она получила переквалификацию. И теперь не только юрист, но и специалист по интернет-маркетингу и цифровым технологиям. Учеба длилась почти два месяца по несколько пар-пять дней в неделю. Но большую часть времени проходила дистанционно, что для Юлии было особенно удобно. Очень понравилось. Я надеюсь, что это мне пригодится в будущем ближайшем. Я очень рада, что попала именно на этот курс, потому что очень хорошие преподаватели и очень много материала дано. По всей стране аналогичных программ чуть менее 7 тысяч. В Петербурге особенно популярны IT и работа с маркетплейсами. Длится от трех недель до трех месяцев в зависимости, опять же, от выбора программы. Либо это повышение квалификации, либо это переподготовка или получение новой профессии. То есть чем больше курс, тем серьезнее обучение. Проходит как в онлайн-режиме, так и очно в стенах образовательной организации. Реализуется проект тремя операторами, в том числе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Претендовать на обучение могут определенные категории. Женщины в декрете, люди старше 50-ти, ветераны боевых действий и не только. За весь период обучения мы уже зачислили на программы около 4 тысяч человек. И самое главное для нас показатель эффективности этого проекта – более 2,5 тысяч выпускников программы трудоустроили. Самое важное – освоить новую профессию предлагается бесплатно. А первый шаг очень простой. Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на портал «Работы России», авторизовавшись через свои госуслуги. Дальше выбираем «Содействие занятости» и подаем заявку на одну из программ. Все, ждите, пока с вами свяжутся. Рассмотрение заявки проходит в течение трех дней, а зачисление в группу уже через 10 в случае ее одобрения. Милена Иконникова, Кирилл Максимов, Вадим Вагапов, телеканал «Санкт-Петербург». На главной странице сайта Центробанка курс юаня теперь указывается раньше курсов доллара и евро. Прежде первой в списке валют стоял доллар США, однако теперь американская валюта только вторая. Причины такой перестановки не называются. Юань на завтра будет стоить 13,11 руб., доллар 95,72 руб., евро 103,48 руб., а тайландский бат 2,72 руб.